Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. И сегодня у нас в гостях руководящий состав, можно так сказать, нашей замечательной кадетской школы Люберецкой. И представляю вам гостей. Это директор кадетской школы Наталья Геннадьевна Скисова и заместитель директора кадетской школы по воспитательной работе, как я сразу же для себя сказал, замполит, да, по армейским, так скажем, законам, Елена Валерьевна Кожарова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, поздравляем вас с Новым годом. И сразу же, несмотря на то, что вроде как всё закончилось, но ещё пока отзывы идут, а кадетская школа как-то по-особенному отмечает вообще новогодние праздники? Может, бал какой-то был, что-нибудь? Нет, ничего такого? Ну, по-особенному отмечаем, конечно. У нас был новогодний переполох. Вся школа стояла... В хорошем смысле слова. В хорошем смысле слова, да. Вот. Это, наверное, такое было на что-то новое. Вообще есть традиционное мероприятие, это новогодие, в данном случае 2023, когда вся школа празднует Новый год с 1 по 11 класс и заканчивается празднованием учителей. Ага, понятно. Всё как положено. Хорошо. Всё как положено. Но сегодня у нас важный разговор, потому что говорить мы будем и о школе кадетской, и о тех, чем отличается, скажем, кадетская школа от обычной школы, почему она, собственно говоря, кадетская, о предметах и о тех нововведениях. Естественно, я не забуду ещё спросить про ЕГЭ, что там получают кадетские выпускники кадетской школы, если они хорошо и заканчивают, интересно знать. Но начнём мы с самого свежего, то, о чём сейчас многие говорят, и родители, и на уровне президента, депутата. В общем, такой важный вопрос. И слово «важный», как вы понимаете, я педалирую в данном случае, потому что есть новый проект «Разговоры о важном», который не все родители сразу приняли. Им показалось, что это какая-то такая непонятная пока форма, что это урок, не урок. И вот давайте мы начнём с этим разбираться. Во-первых, с чего всё началось, почему эта тема появилась? Ну вот, когда мы... Вот что для нас важно, вот что для меня, как для человека важно, что для вас, как для человека важно. Это наша семья, наша страна, праздники, которые мы отмечаем с друзьями, с всей страной. Радости и горести. Радости и горести, да. Какие-то важные события исторические. Знаменательные, да. То есть всё, что нас, в принципе, в жизни ведёт, окружает, это всё для нас очень важно. Вот об этом, обо всём и говорится на вот этих занятиях, которые носят форму внеурочной деятельности. Называется «Разговоры о важном». Разговоры о важном. Ну, давайте мы подключим к нашему разговору Елену Валерьевну, потому что у меня она даже пришла, я даже почитал, оказывается, всё уже структурировано, слово такое сложное. И то есть это не просто так, потому что ходили слухи разные, что учителя не знают, чего говорить. То есть некоторые, кстати, как выяснилось, в некоторых других регионах даже не знают, какие у нас важные проблемы есть, да. Самые разные экономические, политические и так далее. Вот, оказывается, есть структура, да? Да, на самом деле учителям очень удобно готовиться и проводить данные занятия, которые реализуются, как уже Анталия Геннадьевна сказала, в рамках формата внеурочной деятельности. Так как есть определённая платформа, есть очень много информационных источников и ресурсов, в том числе и телеграм-канал для классных руководителей, где происходит полное информационное обеспечение учителей для подготовки и реализации данных уроков. То есть есть полностью методический материал, начиная от 1-го, заканчивая 11-м классом, на основе которых учитель готовится к уроку, да, то есть он может заранее посмотреть те материалы, которые предоставляют методисты, которые, да, разработали всё это, вот, посмотреть ролики и прочее. И, соответственно, что такое, вот как мы с вами начали чуть-чуть до эфира, да, что такое? Мы стремимся говорить с детьми, именно вывести их на диалог. То есть нет задачи, да, монотонно просто рассказать, например, о какой-то дате. Например, 1-го сентября мы говорили, там, да, что такое День знаний об учителях, об истории праздника и так далее. И при этом каждый урок, как правило, заканчивается некой викториной, в которой, да, когда дети могут, именно играя даже, да, вот в форме игры, что особенно важно для младших классов, отвечая на вопросы викторины, учитель понимает, насколько, да, они усвоили, насколько им понятно. И если, конечно же, остались какие-то вопросы, то, безусловно, классный руководитель продолжит говорить с ними на классных часах, там, ну, да, перенесётся. И это, наверное, будет хорошо, если тема заинтересовала и появятся вопросы. И вот тут, кстати, хотел бы у Натальи Геннадьевны спросить, а мы не забываем, что Наталья Геннадьевна знает, что такое депутатская ещё работа, да, то есть она, как бы, в хорошем смысле слова, одной ногой в этом процессе, а другой ногой она понимает, что такое важное, да, и проблемы и так далее. И многие родители, когда узнали об этом, им показалось, что это какая-то такая, ну... Политизированная такая какая-то история, да. Попагандистская какая-то история, что мы будем... Ну, то есть, как у нас сейчас модно говорить во всех странах, промывка мозгов. И многие этого испугались, а, потому что, ну, видимо, знают своих детей, и потом, ну, трудно себе представить ребёнка, который, ну, в таком возрасте, ну, очень активно, да, я себя, конечно, вспоминаю, может быть, есть такие, прям интересуются всей жизнью, вот. Но, тем не менее, было такое опасение, что это какая-то, что-то закладывается такое пропагандистское, ну, неправильное, как бы, да, уменьшается свобода человека, его заставляют делать и так далее. Хотя звучали все фразы про патриотизм, но мы с вами тоже это обсуждали, тем более на уровне образования, что патриотизм, он многогранен, то есть его бояться не нужно, если правильно это поступить. Так вот, что бы вы ответили тем родителям, которые вот боялись этой так называемой промывки? А я думаю, что мы уже на сегодняшний день, у нас этот вопрос вообще не встаёт у родителей, а это значит, они поняли, поверили, в первую очередь своим классным руководителям, школе поверили, что действительно это очень важно, разговаривать с детьми о том, что для них важно, что им интересно. Ведь иногда разговор, методические рекомендации, безусловно, есть, но они в помощь учителю, а учитель, как специалист, квалифицированный, как психолог, любой педагог, он и психолог, он же уже увидит от реакции детей, в каком направлении вести разговор дальше. Ну и, кстати, тут, простите, раз перебиваю, тоже как преподаватель, тут ещё очень важно и самому понять, сможешь ли ты, понимая, это очень важно, да, я сейчас вот этот вопрос тоже адресую, понимая, о чем идёт речь, потому что если ты не понимаешь, ты никогда не объяснишь, как любой предмет. Конечно, конечно. Особенно со взрослыми, да, с детьми? Да, да, и ты должен так с ними общаться, чтобы они, а, увидели, что ты в курсе, б, чтобы они тебе поверили, в, чтобы у вас, если нужно, получилась дискуссия, чтобы были вопросы, даже самые сложные, ты смог бы на них ответить. И вот тут я понимаю, что как раз воспитательная работа, слово воспитание, мы тогда тоже говорили, что такое научить, а что такое воспитать, да, две больших разницы, хотя как бы один такой слоёный важный торт. А как, скажем, отбрыкивались ребята поначалу? Наверное, не хотелось им этого? Вы знаете, я бы так не сказала, потому что, в принципе, действительно, так как не было достаточно, может быть, информации для родителей, да, то есть не совсем понимали суть и содержание уроков, то скорее там что-то вот, да, какие-то вопросы могли возникнуть у родителей. С родителями немножко на них капали, да. Но дети с первого же урока, то есть урок так построен, и так подана информация, что с первого же урока они вовлечены в этот процесс, в дискуссию, в обсуждение. Ну что плохого о том, что мы поговорим о дне рождения Цилковского, да, или, например, о том, что вот сейчас, 16 января, у нас уроки были посвящены прорыву блокадного кольца Ленинграда. Ну да, сейчас большое проходит. В этом году, да, то есть так как у нас этот год приурочен к учитель, да, учитель и наставник, то есть, соответственно, уроки построены так, что мы говорим, например, о учителях и об их подвигах во время блокады Ленинграда, да, то есть мы как бы вспоминаем представителей этой профессии. Такой человеческий разговор на темы, которые важны. Ещё тут такое, мне кажется, и я думаю, что Наталья Геннадьевна меня поддержит. Опять же, я по-прежнему бью на депутатскую историю, потому что у нас же было в советское время такое расслоение, да, на начальников и подчинённых. А что такое подчинённые? Это человек, который не очень хорошо знает, что вообще в курсе происходит. Он не владеет информацией. Если ты не владеешь информацией, то тобой можно что? Манипулировать. А дети, они у нас продвинутые. Да. Они читают, и потом не забывайте, что они могут читать как правильно, как очень правильно, как совсем неправильно. И я как человек из новостей в своё время, и фейковое, что самое неприятное и самое страшное, фейк почему-то быстрее проделывает себе дорогу, чем факт. Ну, потому что фейк делают специалисты. Да, и я так понимаю, что вы получили новый механизм, которым, если правильно воспользоваться, это даже уже не урок, это какая-то новая такая профессия, когда новая форма общения, когда-то по-другому может даже классный руководитель на своего ученика увидеть в нём что-то другое, какие-то другие возможности, да? Но есть такое, потому что дискуссия идёт, задаются вопросы. Ты понимаешь, чем ребёнок интересуется, то есть уже понятно, в каком профессиональном направлении он может двигаться, нет? Ну, в этом плане, конечно, да, потому что в основном видеологии строились на уроке, да? То есть это узкая какая-то специализация идёт, там математика или физика, и разговор у учителя строился в основном в учебной деятельности. Да, предметная. Вот. А эти разговоры, они... Вот чем хорошо это? Здесь ничто не насаждается. То есть это действительно те вещи, говорят о тех вещах, которые детям близки. И подаётся в такой форме, что даже если он когда-то об этом слышал, а может быть и не знает, он узнаёт. И узнаёт это в такой хорошей, недавище, наверное, и обстановки, потому что это внеурочная деятельность. Отношение детей к внеурочной вообще деятельности, она всегда немножко другая, потому что это не урок, да? Это не урок, и этим уже всё сказано. Но опять же, тут важно, и вы же понимаете, да, опять же, за счастье к воспитательной работе, что если мы там ребёнка не заинтересуем, то всё, это катастрофа, он начинает думать, это вообще не имеет отношения к учёбе, чего я буду тут ещё вот этим мучиться? Поэтому тут вы правильно говорите, это как бы чуть-чуть не в ту сторону, и рыба приготовлена неправильно. Вот когда вы подошли к этой истории, как вы начали разрабатывать? Вы собрали как учителей, и вы как-то с ними... Ну, конечно, как бы в начале учебного года нас всегда проходит большой... Педсовет? Педсовет, да. И мы обсуждаем те нововведения, какие-то новые правила, новые какие-то мероприятия, которые будут реализованы в процессе воспитания, обучения там в учебном году. Соответственно, мы уже понимали, что так как это будет введено в обязательном порядке, и мы говорили, проговорили это всё с учителями, мы дали им эти все интернет-ресурсы, эти... Но они не сильно испугались, нет? Или всё-таки по-разному? Ну, наверное, всё, что новое, оно же всегда... Ну, тяжело. Тяжело, да, воспринимается. Но когда учителя... Вы сейчас, наверное, сказали, что когда ты начинаешь, если ты человек думчивый, ты начинаешь изучать информацию, то тебя трудно чем-то запугать или наоборот ввести тебя в заблуждение. Если это всё в открытом доступе, и человек может сам ознакомиться и с материалами, и с планом уроков, и так далее, да, там как минимум на три урока вперёд мы примерно видим план, или анонсируется, да, что мы... О чём мы будем говорить на следующих уроках. Есть возможность со всем этим ознакомиться. Ну, и тут, да, такой важный момент. Завершая первую часть, во второй, вот, мы больше уже будем о школе, говорить, готовьтесь. Это, я думаю, будет тоже интересно. Важно понимать, что и для учителя, которые почему-то многие... Вот вы говорите, узкий предмет. Ну, вот я знаю математику, и всё. А вот, например, в актёрской профессии, да, ты должен... Ну, ты же разные роли играешь. Если ты играешь в математика, его можно сыграть, безусловно, но это будет приближать, ты должен, ну, хоть на какую-то погрузиться. А как это делается? Почему 2 плюс 2, 4 вспомнить? Да, какие-то названия и так далее. Здесь другая история. Здесь мы все живём, мы все ходим в магазин, мы все получаем ту или иную зарплату, у нас у всех какие-то есть проблемы и так далее. Когда учитель в это погружается и понимает, ему проще тогда рассказывать. Мне кажется, ещё раз говорю, что и ребёнок, если всё получится вот в этом проекте, да, по-другому может будет смотреть на учителя и навести себя на уроках по-другому. Поэтому будем надеяться, что он заработает. Он уже работает. Да, во второй части я ещё спрошу у вас, какие там определённые требования к нему, и поговорим также о кадетской школе. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии Наталья Геннадьевна Скисова, директор кадетской школы городского округа Люберцы и заместитель директора кадетской школы по воспитательной работе Елена Валерина Кожарова. Мы сейчас, естественно, будем говорить о кадетской школе, но ещё всё-таки один вопрос. В первой части мы говорили о новом, скажем так, предмете или о новом направлении, которое существует в школе. Это разговор о важном. Что там? Вот вы говорите, есть какая-то схема? Она как расписана? То есть есть какая-то методичка или что это такое? Есть определённый портал, ресурс, интернет-ресурс, где мы можем ознакомиться, скачать все необходимые методические материалы в зависимости от уровня обучения. То есть для первых, вторых классов, третьих, четвёртых и так далее, соответственно, до 11 классов. Соответственно, классный руководитель может заранее со всем ознакомиться, обратиться к данным методическим материалам. Либо же это просто взять за основу, что мы там говорим сегодня об этой дате, например, да? Но, тем не менее, может быть, он как-то по-своему захочет построить тот диалог с детьми. То есть это рекомендации, да? То есть мы к ним обращаемся. Да, это в помощь. Тем есть возможность посетить некие виртуальные экскурсии, если, например, мы говорим о дне рождения какого-либо театра, да, то есть или какого-нибудь музея там и так далее. То есть всё это предоставляется, всё это очень удобно. А вы как заместитель по воспитанию на работе курируете, да? Конечно, да. Главный куратор. То есть вам больше всего... Меня приглашают на уроки. Бывает, что урок построен так, что его проводят дети. А у нас шестые классы вот ходили ко вторым классам и рассказывали о государственных символах, что это такое. Да, то есть они тоже провели с детьми викторину и в конце раскрашивали наш государственный флаг. То есть как бы закрепляя полученные знания, то есть применяя их сразу же на практике. Я вам честно скажу, что у нас многие взрослые до сих пор не помнят, где красное сверху. Да, да, да. Многие сталкивались с этим. Я уж не говорю про природу, даже герб, который менялся на протяжении российской истории. Очень разные были, у него крылья были разные. Ну, в общем, очень много. Вот как раз-таки об этих аспектах и говорите на уроках. То есть рассказывается история, почему так, почему был сперва такой орел, потом по-другому. То есть это всё доступным языком для детей. У меня тут возникает же вопрос к Наталье Геннадьевне. По секрету скажу, что мы даже его коснулись до программы. Я вспоминаю советскую политинформацию, как мы вырезали из газет, клеили силикатным клеем и что-то там докладывали об успехах и так далее. Потом мы, к тому же ещё на английском, я помню, нас заставляли делать английскую политинформацию. Причём почему-то мы переводили, газета была у Москаньюз, потому что это такое. И это было страшнее, чем даже просто политинформация. Потому что мало того, что мы должны что-то прочитать, понять, о чём там написано ещё на английском языке. Так вот, это можно назвать современным видом политинформации или нет? Ну, наверное, нет. Наверное, всё-таки нет, потому что... Ну, политинформация, вы правы, что мы застали те счастливые времена. И там, ну, политинформация. То есть там мы говорили о событиях, произошедших в мире. Идеологическая такая была составляющая. И все мы были с вами, жили в государстве под названием Советский Союз, в замечательной стране. То есть всё, что ему хорошо, хорошо, всё, что ему плохо, плохо. Конечно. Ну, если мы помним, у нас был социализм, это хорошо, капитализм, это было плохо. Поэтому со знаком минус мы всё рассказывали, что происходило там у них, да, и со знаком плюс всё, что происходит у нас здесь. Вот. А здесь, ну, здесь действительно это то, чем мы живём. То есть то, что важно сегодня. Это абсолютно разные аспекты. Абсолютно разные. И вот я хочу сказать, что, конечно, наверное, надо сказать огромное спасибо разработчикам методических материалов. Потому что, наверное, в современном мире самое ценное для нас – это время. И учителю для того, чтобы подготовиться, и если ему давали просто тему, и нужно было набирать вот этот материал самому, конечно, он затрачивал бы огромное количество времени. Потому что действительно говорили, что учителя не знают, как делать поначалу, что каждый брошен, что называется, на производство судьбы. На самом деле всё есть. Всё есть сейчас. То есть на сегодняшний день мы констатируем, что работает. Так изначально. Это же изначально, уже когда самый первый урок. Вы понимаете, у меня такая работа, что я и о слухах должен вам напомнить, и мы их должны либо подтвердить, либо опровергнуть. Поэтому вам спасибо, что вы пришли поговорить на эту тему. Ну и давайте теперь моя любимая история, почему у нас есть лицеи, гимназии, школы и есть кадетская школа. Давайте поговорим об этом. Потому что всё-таки время бежит быстро, новые наборы, экзамены и так далее. Чем отличается кадетская школа от просто школы? Там все военные ходят? Нет. У нас общая образовательная кадетская школа. Без проживания, сразу отвечаю на вопрос. А, это важно. Потому что масса звонков, когда родители хотели бы сдать на пансион, на пятидневку, а если бы на весь триместр, то вообще было бы замечательно. Ну это и страшновато звучит. И очень разочаровывается, услышав, что без проживания. И нет пока в проекте такого. Нет пока в проекте. Нет, но в мечтах у меня такое, конечно, есть. А такая это хорошая была бы идея, да, сделать такой глобальный проект? Ну это неплохая идея, я скажу. Ну давайте мы её отложим на будущее. Это неплохая идея. Вот, значит, у нас общая образовательная кадетская школа. Соответственно, в каждой параллели у нас есть общие образовательные классы и кадетские классы. А что такое кадетский класс? Чем он отличается от обычного класса? Системой дополнительного образования во второй половине дня. И тогда вот если, так как у нас присутствует заместитель директора по воспитательной работе, я просто поясню. Когда школа, это понятно. Я вот учился простой, как полиинформация простая, так и школа у меня была простая, среднестатистическая, хорошая. Я доволен, у меня вопросами. У меня их было, кстати, несколько, и даже теперь уже за границей. Вот. А воспитательная работа кадетской школы, она отличается от обычной школы? Там, наверное, какой-то другой порядок? Там немножко надо по форме ходить строго, нет? Да, есть определенный устав, который... Конечно, есть определенный устав. Наши кадеты дают торжественное обещание кадета при поступлении в пятый класс кадетский. То есть у них происходит определенная подготовка, дается им время во все это вникнуть, внять, принять и так далее. Вот. И, соответственно, в День Героя России у нас, как правило, к этой дате приурочено наше замечательное событие, мероприятие такое традиционное. Это посвящение в кадеты, где ребята дают торжественное обещание кадета. И, соответственно, они должны соблюдать свое обещание и правила. Хотя бы пытаться соблюдать. Да, конечно. Да, есть определенные требования к внешнему виду. А что такое сразу внешний вид? Потому что, я уверен, 80% слова кадетский сразу форма представляется. Что-то типа суворовской, нет? Форма. У нас форма, да. У нас форма. Повседневная форма камуфляжная у нас, со всей атрибутикой необходимой. А парадная форма, ну вот мы совсем недавно это обсуждали, что кадетские сейчас классы, у них у всех черная форма с красными там. Ну, типа суворовской, я же говорю, похоже. Типа суворовской, да. А мы, наша школа ведь стоит на месте, где в годы Великой Отечественной войны был аэродром военный и базировался 16-й истребительный авиаполк. И мы сохраняем пока что еще всеми усилиями традицию той вот формы летчиков, синий. Так как школа – это же не только учебный процесс как таковой, да, то есть школа – это действительно и про воспитание. А как мы реализуем воспитание? Это, конечно же, дополнительное образование, различные традиционные мероприятия, которые направлены на формирование духовно-нравственного воспитания, там, патриотизм и прочее. Что такое патриотизм? Да это любовь. Любовь, вот, любовь к тому маленькому, что есть, к своей семье, к своему классу, к школе. Ну и дальше. И вот, и, соответственно, от этого, если есть у тебя любовь здесь, то ты дальше уже у тебя любовь к родине и так далее. И мы вот на этом стараемся делать акцент. И наши мероприятия, которые проходят традиционные, и не только, наоборот, что-то новое мы пытаемся внести, да, в жизнь такую творческую, очень кипит. Приходите в гости, у нас здорово, да. Наталья Геннадьевна, ещё такой вопрос. Опять же, возвращаясь к теме, чем кадетская школа отличается от обычной. Вот как руководитель, и даже в данном случае тоже, опять же, как депутат, извините, что я опять это вспоминаю. Почему? Потому что это очень важный такой момент. А кто на выходе получается? Уж извините за такой заводской термин. Чем ваш выпускник отличается от выпускника обычной школы, не кадетской? Только формой? Ой, конечно, сейчас я буду хвалить наших выпускников, потому что... Давайте, начинаете. Время мало, но начинаете. Да, выпускник – это наша гордость. Это же результат всей нашей работы на протяжении 11 лет. Мы вкладываем в этого уже взрослого или девушку, или юношу всё, что могли, да. Это и знания наши, и любовь нашу, и душу нашу. Это действительно не пустые слова, потому что, как показывает практика, дети возвращаются к нам и в качестве учителей, и просто заходят. Это же очень дорогого стоит, понимаете? Когда ребёнок приходит рассказать о чём-то важном в своей жизни. Когда они приводят своих детей к нам учиться. Это значит, школа оставила в их памяти хороший след, что они доверяют нам самой ценности своих детей. И, конечно, наши выпускники... Ну, я плачу всегда на выпускных, потому что, зная деток, но уже работая с 2009 года, поэтому всё равно с первого класса вот эти вот маляпусечки, которые там бегали, и теперь вот они стоят уже... Раньше ты их обнимал, а теперь они тебя в охапку берут, и ты понимаешь, что вот она, это наша гордость. Но говорить о своих детях любой директор будет о выпускниках, как о самых лучших, конечно. Но со стороны, как говорится, виднее. И когда наши кадеты приходят в армию или поступают в военное училище, мы, я об этом, по-моему, тоже уже говорила, получаем слова благодарности за воспитание, за готовность, потому что это готовые практически уже приходят кадры, они командирами сразу становятся, потому что строевая устава, всё им это знакомо, они всё это знают, они это всё принимают. Ну и финальный вопрос Елене Валерьевне. Как поступить-то? Я бы хотела ещё чуть-чуть дополнить, что, возможно, не каждый наш выпускник свяжет своё профессиональное будущее обязательно с каким-то военным мастерством, военным делом, то есть, возможно, они станут врачами, инженерами и так далее. Но что отличает наших выпускников, это как раз-таки умение полностью отдаваться своему делу, они умеют это, они к этому приучены, да, что быть хорошим специалистом всегда и в любой профессии. То есть вот это, наверное, то, что мы вкладываем в них изначально. Потому что у них торжественное обещание было. Торжественное обещание. Очень коротко. Кто-то захочет поступить в школу, что для этого надо? У нас... Мы общая образовательная кадетская школа. Поэтому у нас равны, да. Самое главное, если это кадетский класс, это основная группа здоровья, потому что нагрузка, безусловно, на детей большая. То есть начинаем со здоровья, а дальше по обычному плану. И хорошо учиться, потому что очень мало остаётся времени на подготовку домашнего задания. Очень мало. Спасибо вам большое за этот разговор о важном, который мы с вами провели втроём. Наталья Геннадьевна Скисова, директор кадетской школы городского округа Люберцы и заместитель директора по воспитательной работе Елена Валерьевна Кожарова. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова